Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем серию наших передач Тайновичной книги. Вторая передача в понедельной главе Баалутха. То есть, во время твоего подъема, да? Да, в подъеме. В подъеме, как всегда в студии, вместе с нами и доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте. Добрый день всем. Ну, поехали. Вот, мы находимся в подъеме. В предыдущей передаче мы разобрали с вами, что такое светильник, относительно желания получить нашего, что такое работа левитов и так далее, и так далее. И вот сейчас, прежде чем начнется, как я понимаю, основной подъем, еще идет дополнительная очистка. И вот, что здесь написано в Кторе. Но были люди, которые были нечисты, ибо прикоснулись к мертвым и не могли принести пасхальную жертву в тот день. Ну, прикоснулись к мертвым, понятно, да? Это не к мертвому просто телу, а к мертвым своим желаниям. Имеется в виду вся работа внутренняя. Они были выделены как чисты, и в то же время вдруг... Да, они, то есть, сами по себе они чисты, но прикоснулись к мертвым. То есть, как вы говорите... Сыднились с мертвыми желаниями. Так, это называется, дотронулись до мертвых. Осквернились. И подошли они к Моше и Арону в тот день. И сказали те люди ему, мы не чисты, ибо прикоснулись к мертвым. И сказал им Моше, постойте, а я послушаю, что повелит Бог вам. Да, то есть, таким образом человек, который вдруг окунулся в свои мертвые желания, мертвые это, то есть, ради себя, а не ради отдачи другим, как он может очиститься от них, исправиться? Ну и что сказал? То есть, в этот Исраиль он не войдет? В таком состоянии, как это? Да, даже на том состоянии, где они находятся, всего лишь второй год из 40 лет, уже дальше двигаться не могут. Вот интересно, и сказал им Моше, постойте, а я послушаю, что повелит Бог вам. То есть, он сам не решает. В Моше? Да. А кто он такой? А кто он такой? Это точка в нас, которая стремится, но она ничего не знает. То есть, она должна снизу получать желание и находить при этом контакт с Творцом. И вот из этого, из всего только и состоит его функция, его действие. Он сам по себе ничего не... Преданный народу и преданный Творцу. И все. Вот это его точка контакта между народом и Творцом. То есть, между всеми остальными неисправленными свойствами и между свойством отдачи и любви высшим. То есть, тем самым вы говорите, что я у Моше не существует? Нет никакого я, конечно. Поэтому называется раб Божий, я не знаю, как сказать. Не было праведника большего, чем Моше. Да, да, да. Именно потому что он был таким проводником. Абсолютная отдача в обе стороны. Обалдеть. Так, дальше. И вот что Творец отвечает. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Говори сыном Израиля так. «Всякий, кто будет нечист, ибо прикоснулся к мертвому, или в дальнем пути, из вас или из потомков ваших, во всех поколениях их, и намерен принести пасхальную жертву Богу, во второй месяц 14 дня, в сумерки, пусть принесут ее с опресноками, и горькой зеленью пусть едят ее, пусть не оставляют от нее до утра и не ломают костей ее по всему установлению о пасхальной жертве, пусть приносят ее». Да. Есть разрешение? Нет, то есть каким образом исправиться? Как исправиться. Да. То есть привести себя в порядок и принести эту жертву, так называемую. Второй месяц 14 дня, в сумерки. Ну, это точно в ночь выхода из Египта. В годовщину выхода из Египта. Принести пасхальную жертву. Что значит пасхальная жертва? То есть то, что ты видишь, что вышло из Египта, но оно вышло, потому что оно где-то внутри пряталось, присоединилось так тихаря как-то внутри. А вот сейчас на это можно выявить и вытащить его таки из Египта. То есть здесь надо ты какие-то выявить во мне следующие... Пласты. Да, следующий пласт моего эгоизма, который я сейчас обязан исправить, как будто я сейчас выхожу из Египта. Вообще сказано, что в каждом поколении, то есть на каждом действии человек должен представить себе, как будто он выходит из Египта. Потому что всегда в нас остаются еще такие желания, которые не были тронуты, мы их не раскрыли в то время. Мы не раскрыли, была тьма. Выходили, бежали, что называется. Это все аллегорически, но надо представить себе человека, который в таком состоянии желает себя исправить. Что он понимает? Как он себе может проанализировать, что относится к свойствам отдачи, с кое-что нет? И вообще как это исправлять? Он этого всего не понимает. Сейчас, после годовщины, после того, как он прошел целый круг исправления, он приходит к тому же начальному, из начальной точки, сейчас он может взять в следующий раз Малхут, то есть свойства получения, эгоистические свойства, и снова выйти из Египта. И снова, еще через год, и еще через год. И так 40 раз. Это и есть подъем от Малхут в Бину. И так 40 раз он очищает себя. То есть 40 ступеней очищения. Да. И 40 раз он как бы берет, находит эту пасхальную жертву, да, и работает. Которую еще надо исправить, вытащить ее из того же Египта. Она тогда просто внутри была скрыта, и она не чувствовалась, не виделась, как любой человек, который не понимает, что с ним, то есть из чего он состоит внутри себя. То есть он все более тонким становится. Да, только мы в нашем мире, если мы идем по пути страданий, то мы через страдания начинаем понимать, кто мы и что мы. А Тура говорит нам, как-то все проанализировать с помощью света. Не путем страданий, а путем света. И тогда, ну, мы проходим те же 40 лет. Вот, во-первых, вопрос. Ну, понятно, почему в сумерке будет происходить, да? Почему это в сумерке должно происходить? В сумерке именно. Потому что выход происходил из Египта, да? Да, ночью. Ночью. Вот дальше, пусть не оставляют от нее до утра. Это такое состояние, когда ты не можешь разобрать, это то или другое. Сумерки считаются, когда в четырех шагах от человека ты не можешь его узнать, хотя он твой и знакомый. Вот это... Все-таки интересно говорится, ни день, ни ночь, ни свет, ни тьма. Да. А вот такое сомнение. Поэтому называется эреф, от слова лярвэф, перемешивается. То есть он в сомнении находится все время. И дальше, пусть не оставляют от нее до утра и не ломают кости ее по всему установлению о пасхальной жертве, пусть приносят ее. Да. Что это означает? Ну, кости – это основа. Этим. То есть все эти свойства, да, все эти свойства, они должны быть исполнены абсолютно так, какими они и даны. Ни в коем случае их не портят. Тебе дано только для того, чтобы ты их взял, то, что тебе, возможно, исправил, а остальное оставил. Это и называется не ломать кости, да? То есть взять основу и с ней идти. Вот. А вот дальше вот интересно. Дальше пишется так. Человек же, который чист и в дороге не был, и откажется принести пасхальную жертву, отторнута будет душа эта от народа ее, ибо жертвы Богу не принес он в назначенное для нее время. Грех твой понесет человек тот. То есть? То есть. Если он чувствует, что он чистый, что нет в нем вот этого вот эгоизма, который надо исправлять. Так. И не с чем ему приходить к этой пасхальной жертве. То есть я праведник, и все. Да, он говорит, я праведник, у меня ничего нету, я чист, все, ничего нет. Это значит, весь год не работал над собой. Значит, ему не с чем прийти, ему нечего приносить в жертву. Жертва – это не жертва, это ведь курбан. Курбан от слова «коров» приблизится, еще выше стать, на ступень выше. Поэтому называется ведь и глава так, на ступенях возвышения, при подъеме. И поэтому он не может в этом никак участвовать. То есть он в себе ничего не выявил. Ему нечего сейчас исправлять. Он считает себя совершенным. Такому человеку нечего идти вперед. То есть только тот, кто систематически разгребает свои конюшни и видит, что он может исправить, а что нет. И приносит, что он может исправить к миноре, к исправлению, и с этим приближается к Творцу. Поэтому он называется курбан, приносит курбан. А у кого нет курбана? Какое разное ощущение с этим миром? Здесь святом, говорят, тут святой. То есть ему нечего нести. Нет, святой – это тот, который все время находит в себе падаль. Вот просто так вот. Он в итоге и называется святым. То есть он не просто находит, он еще... Исправляющий себя постоянно и постоянно выявляющий в себе все большие и большие причины для исправления. Он и называется святым. То есть всегда в динамике. И нет этому конца. Очень хорошо. Сколько определений новых можно вытащить из наших передач просто вообще. Дальше вот что говорится. Если будет жить у вас пришелец, и намерен он принести пасхальную жертву Богу, по установлению о пасхальной жертве, и по закону ее должен он поступить, установление одно будет для вас и для пришельца, и для жителя страны. Почему? То есть если будет пришелец, он также точно должен принести пасхальную жертву. Одно и то же установление будет. Одно и то же установление будет и для вас, и для пришельца, и для жителя страны. Пришельцем называется то желание, которое ты сейчас присоединяешь к тем прошлым желаниям, которые уже были исправлены. Это желание, которое было эгоистическое, которое считалось народом мира. А сейчас ты от него выбираешь желание, которое ты можешь присоединить к свойствам отдачи, которое называется Исраэль. Прямо к творцу, Яшар Кель. И поэтому, когда это свойство пришелец, оно присоединяется к народу Израиля, все, оно попадает в ту же категорию. Он перестает быть пришельцем? Конечно. Он абсолютно по всем законам, абсолютно одинаков, как для всех. Даже более того. Поэтому сказано, что на той ступени, где стоят хозребетчува, то есть возвращающиеся к творцу, не стоят даже великие праведники. Потому что возвращающийся к творцу, он приносит с собой самый большой эгоизм, который раньше не был исправлен. Потому что всегда исправляется все более внутренняя, внутренняя эгоистическая часть. И поэтому он вызывает такой подъем, который праведники прошлые не могут вызвать. То есть это все система, она работает вот таким образом. Тут нет ничего как бы просто красивого для красивого словца. То есть те из народов мира, которые присоединяются к Израилю, становятся не просто на их уровне, а даже выше. Потому что они приносят такие свойства эгоистические, которых в народе Израиля таки нет. И поэтому сказано, поверь, что есть мудрость среди народов мира. Потому что там самые сильные желания эгоистические, когда они исправляются, они поднимаются выше всех. И поэтому, так бы говоря о нашем мире, то есть рабе Акиева не был евреем, присоединившись. Там и бабушка царя Давида, и все, и бабитянка, и так далее, и так далее. А сами евреи откуда? Сами евреи из Бавилона. Ну да, то же самое. Понятно. Поэтому установление одно будет для вас и для пришельцев, и для жителей страны. То есть они так же исполняют. Дальше идет разговор о облаке. Говорится так. А в день, когда воздвигнут был шатер, покрыло облако шатер над покрытием его. И с вечера было над шатром как бы огненное явление до утра. Так было всегда. Облако покрывало его, а явление огненное ночью. Облако покрывало днем. Но неважно. Облако покрывало днем, а явление огненное ночью. А когда поднималось облако от шатра, двигались за ним и совершены Израиля. На месте же, где опускалось облако, останавливались станом сыны Израиля. По указанию Бога двигались сыны Израиля, и по указанию Бога останавливались. Вот что вот это такое? Вот это очень интересно. Облако командует движением. Абсолютно, абсолютно просто. Для того, чтобы мне двигаться к цели, у нас хватит времени, для того, чтобы двигаться к цели, к свойству отдачи, мне надо все время заботиться о том, чтобы я пребывал в вскрытии. Чтобы мой эгоизм не видел ничего. Чтобы у меня были силы постоянно его скрывать и работать выше его. Это называется вера выше знания. И поэтому я постоянно слежу за тем покрытием, за тем облаком, и оно мне указывает, где и как я должен идти. То есть я не убегаю от облака, чтобы быть к свету, а я наоборот прячусь от света в облаке. Ах ты, красиво. Мы изучали это во многих статьях. Все статьи Рабаша, допустим, они все только об этом. Как подняться из лоли шма в лешма и так далее. Все равно все по-другому воспринимается. То есть нет другого выхода у человека, который хочет приблизиться к полному исправлению, как постоянно искать облако, свойства вскрытия. Потому что только вскрытие Творца я могу постоянно себя приподнимать. Вопреки здравому смыслу, вроде бы. То есть я скрываю свой эгоизм и работаю выше его на свойства отдачи, вопреки своим ощущениям, своим знаниям, постижениям, вопреки всему. Вопреки тому, что Творец может раскрываться мне как великий, большой и так далее. Я хочу скрыть его. То есть я ищу вот это облако, внутри которого я ничего не вижу, ничего не слышу из высшего. И могу двигаться здесь вместе с остальным народом, вместе с моей группой, допустим. Только в таком аспекте, в таком направлении, когда мы сами из себя должны выделять свойства отдачи и любви, но незаконченной, которую мы пытаемся строить, и просить его, чтобы он нам их сделал. Но это все вне всяких явлений Творца. Но, с другой стороны, ведь Кабыла – это раскрытие Творца, человеку. Как же мы его раскрываем? Вот в той мере, в которой мы можем быть внутри облака, в той мере мы начинаем ощущать, что все это действие происходит в огромном-огромном свете днем. То есть сквозь это облако мы начинаем ощущать высший свет. Но только тогда, когда мы в нем правильно себя позиционируем. Ну, а затем мы достигаем, когда полного исправления, тогда это облако уже каким-то образом, неизвестно как, улетучивается. И мы начинаем воспринимать все равно в свойстве отдачи и любви, то есть вне себя, над собой, раскрытие света. Интересно. Ну, тут не хватает многих слов. Ну, человек, который занимается этим, он постепенно понимает. Может, вы еще добавите, потому что еще чуть-чуть есть тут об облаке. То есть когда в нормальной жизни человек говорит, я ищу чистое небо, а вы говорите, а я ищу облако. Да. То есть совершенно как будто... Поэтому все такие раскрытия, они называются, допустим, мигелат эстер. Мигела – это гилуй, это раскрытие. А эстер, биосторат, это вскрытие. То есть тут двоякое вот такое свойство. Раскрытие – вскрытие. Да. Это постоянно в Кабале, и поэтому так трудно она воспринимается для человека, который... Ну, он думает, что это все просто согласно его пониманию, ведь логике. А на самом деле нет. Здесь надо много-много трудиться для того, чтобы понять логику высшего мира. Она все наоборот, обратная. И вот все время ускальзывает. И когда мне предлагается раскрытие, я должен наоборот закрыть глаза. Поэтому и сказано, что когда раскрывался Творец, Мошея скрывал, закрывал себя. И благодаря этому заслужил раскрытие, полного раскрытия Творца. Ну, вот еще чуть дальше почитаем. Захарь и Тмунаташем ябит. Вот чуть дальше почитаем. И бывало, что оставалось облако от вечера до утра, и когда поднималось облако утром, они двигались. И бывало, что оставалось оно и днем, и ночью. Лишь поднималось облако, они двигались. Или если два дня, или месяц, или год, сколько не находилось облако над шатром, стояли сыны Израиля и не двигались. А как поднималось оно, двигались. По указанию Бога стояли и по указанию Бога двигались. Предостережению Бога следовали, по слову Бога, через Моше. То есть, вот это вот, когда вот здесь говорится, неделю стояли, месяц, год, облако. Мне не нужен сам Творец, мне надо только его скрытие, чтобы я под этим скрытием, под его крыльями, что называется, мог растить себя. Потому что главное растить себя, да? Растить себя в подобии Ему я могу только тогда, когда Он, соответственно, делает мне скрытие. И вот, когда я сквозь это скрытие могу уподобиться Ему, то это и самый настоящий рост правильный. Я задам сейчас прямой вопрос. Все-таки главное раскрытие Творца или нет? Для того, чтобы достичь раскрытия Творца, мне надо впитать в себя все свойства этого облака. Поэтому я хочу облако. Да. Оно должно войти в меня. Оно не должно быть внешним. Оно должно быть во мне. В каждом моем желании должно существовать покрытие. Над ним работать. Очень хорошо. Здесь входит еще одна составляющая. Серебряные трубы. Вот что о них говорится. И говорил Бог, обращаясь к Моше так. Сделай себе две серебряные трубы. Выкуй их из одного куска серебра. В данном случае серебра, говорится. И будут они у тебя, чтобы созывать общество и поднимать станы. И когда затрубят в них, соберется к тебе все общество ко входу в шатер откровения. Когда же в одну затрубят, соберутся к тебе все вожди, главы тысяч Израиля. А когда затрубите трубным звуком, двинутся станы, стоящие на востоке. Когда же затрубите трубным звуком вторично, двинутся станы, стоящие на юге. Трубным звуком пусть трубят для каждого движения их. При созыве же собрания трубите, но не трубным звуком. это вот я понимаю что не так просто но все-таки что такое серебряные трубы которые созывают народ ведут и так далее так далее мы говорили до этого о облаке что это благо вообще было словение что можно в облаке работать творец скрывает себя и дает нам при этом возможность работать под его зонтиком а здесь другое здесь вот после того как мы достигаем такого свойства как нам быть связанными между собой золото это желание получать а серебро это желание отдавать поэтому трубы серебряные и глаз который но то есть звук который они издают он призывает к соединению народа правильному соединению народа при том само даже слова кесов серебро от слова кисов михосе покрытие так вот тогда когда мы ну тут можно говорить и вообще что значит человек когда трубит откуда это изнутри вот скажите не менее нет это не это невозможно то есть наши легкие состоят из пяти частей согласно пяти свойствам общего клей и мы выдыхаем из них воздух когда он выдыхается он должен выдыхаться ну то есть говорится как бы изнутри из самого внутреннего состояния легких трубные звуки мы это с вами можем изучать когда мы дойдем допустим до дня искупления йом кипура то там это уже можно изучать да там это звучание но но в принципе в храме то есть вот в таких вот исправлениях там используется трубный звук и кроме того вот как мы видим при исправлении человека что называется в пустыне не не в пустыне физической это когда он чувствует себя в пустыне каким образом можно двигаться вперед когда ему явно показывают свыше через клоним и левим дают свойства направление свойства отдачи которому надо двигаться вот это и происходит здесь то есть если мы говорим что это внутри человека то есть он как бы что значит рубит то есть он стремится к соединению да или тримит стремится не знаю как это сказать то есть стремится передать это свойство другим да ну да это созываются люди для соединения созываются все свойства человека ведь проблема не в том чтобы исправить какие-то одно второе-треть свойства а соединить самое главное это соединение в одну единую схему в одно единое желание ты представляешь вот начни собирать по клеточкам и даже даже по атомам по даже по этим дезорибонуклеиновым кислотам всяким этим днк рнк и прочее начни собирать человеческое тело это же миллиарды 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 бесконечное количество вселенных связей и их взаимная работа это такую систему невозможно создать так вот а мы должны это сделать мы должны создать из мертвых желаний вот как постепенно возникла неживая материя потом растительная потом животное вот нам это надо самим сделать из неживой материи из духовно неживой материи как происходило это за миллиарды лет эволюции нам надо создать живую это то что вы говорите что ты изнутри выдуваешь да это говорится как бы из неживого из неживой материи да 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 вот это все надо собирать вместе компоновать таким образом чтобы в итоге получилось живое желание которое уже может быть в храме то есть на связи с творцом в каком-то какой-то мере подобие вот скажите тоже почему здесь говорится из одного куска так же точно как минура как светильник из одного куска серебра желание она одна обязана быть тем более если она дается свыше дается тебе чтобы ты это воспроизвел то она одну ты не имеешь права его расчленять это это по по указанию что творец един и поэтому все что не сходит из него она дается одно на всех спасибо большое у меня еще конечно много вопросов может быть еще встретимся встретимся спасибо вам большое дорогие друзья мы закончили еще одну передачу по этой недельной главе вот много видите сколько узнали как нам все время работать со своим эгоизмом поэтому будьте с нами и дальше будем узнавать об этом и дальше до свидания у нас и и и и и и и и и